Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Осии и обратимся к восьмой главе. Идеи проповеди пророка, которые мы видели с вами в пятой, шестой, седьмой главах, в восьмой главе, с одной стороны, продолжаются, это все тот же текст, а с другой стороны, там есть свои смысловые нюансы, некоторые новые повороты, которые тоже обращают на себя внимание. Начинается восьмая глава своего рода таким кличем глашатая, где пророк говорит трубу кустам твоим, вернее, наверное, Бог говорит пророку, подними трубу, сейчас будешь трубить, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой, приступили закон мой. Вот, собственно, конечно, речь идет о нашествии сирийцев, и здесь Господь через пророка напрямую говорит о том, что это происходит потому, что Израиль нарушил завет Божий, потому что нарушен завет, никакие другие причины для этого не нужны, и их нет. Вот таким образом каждый из нас, читающих, в этот момент призван подумать, а мой завет с Богом, тот завет, в который я вступил, сохраняю ли я его, храню ли я верность этому завету, потому что вот с Израилем произошло вот так, орел налетает непонятно откуда, и в полсекунды, очень быстро падает камнем с неба, ну, кто видел, как охотятся крупные хищные птицы, да, может себе это представить, вот падает камнем с неба, и уничтожает того, на кого он напал. И вот поэтому пророк здесь записывает эти слова. Орел налетит на дом Господень, потому что они нарушили завет Мой. Смотрите, второй, третий стих, все то же самое, но очень важный поворот. Вот, Господь говорит, они будут ко мне взывать, будут, да, хотя нарушили завет. Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль, мы народ богоносец, тоже будут себя прям расхваливать, говорить, ну, как же так? Как это Христос, да, говорил, на наших дорогах, в наших синагогах учил ты, и в нашем храме был ты, как же так, Господи? Вот так. Будут они взывать, Боже мой, мы же тебя знаем, мы, Израиль, народ твой, мы вроде как, все с нами в порядке. И Бог говорит, нет, нет, не в порядке. Отверг Израиль доброе, и враг будет преследовать его. Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. Таким образом, какие такие слова мы говорим, не судьбоносно, а судьбоносно отвергаем ли мы доброе. Вот как в предыдущей тоже главе, они вопили на ложах своих, а сердцем не взывали. Теперь, смотрите, дальше, в основном пророк говорит о поклонении всяческим идолам из золота и серебра, поклонении тельцу, который был в Самарии, воспылал гнев мой на них, потому что все это, все эти тельцы, идолы из золота и серебра, дело Израиля, художник сделал его, поэтому он не бог. В куски обратится телец Самарийский. Таким образом, в первую очередь, здесь Господь обличает именно идолопоклонство, как таковое. Ну, посмотрите, вдруг, дальше, в седьмом стихе восьмой главы, как Бог описывает это идолопоклонство, потому что, да, действительно, Израиль отверг доброе, чтобы они там не пели, как мы тебя познали, Божий мы, народ твой, это все вранье, потому что они все равно поклоняются идолам, и к чему это приведет? Это приведет к катастрофе, потому что, так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Кто сеет ветер, пожнет бурю, это, собственно, сказано ровно вот здесь, в этом самом месте про людей, которые поклоняются чему угодно, кроме Бога, кроме личностного Бога, про людей, которые поклоняются делу выдумки, рук человеческих, неважно чему. На самом деле, поскольку Бог один, соответственно, ты поклоняешься либо ему, либо обману. Поэтому вот это предательство Бога, отказ от почитания Бога, обратите внимание, почитание Бога, это значит не отвергать добра, это значит быть милостивым, потому что Бог хочет милости, а не жертвы. И так вот это вот, это предательство, почитание Богу, это и есть пожнет, посеет ветер, а пожнет бурю, ну, бурей в данном случае выступает та катастрофа, которая постигнет Самарийское царство. Поглощен Израиль, теперь они будут среди народов как негодный сосуд. Здесь пророк ссылается тоже на политические события той эпохи и говорит о том, что все это бессмысленно, все это бессмысленно. Спасти может только обращение к Богу и покаяние. Много жертвенников настроил Ефрем, ко греху послужили эти жертвенники. Я им написал важные законы мои, а они сочтены им как бы чужие. собственно речь идет о том, что мы относимся к закону Бога как каким-то внешним ограничением, которые нам надо соблюдать из вежливости или из страха. Я написал им важные законы мои, а они сочтены им как бы чужие. Это не наши законы, это не то, к чему склоняются сердца, умы, души. Это что-то такое внешнедавящее, как татаро-монгольское иго. Вот и в жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его, то есть вроде бы внешне все правильно, приносятся жертвы, приносятся жертвы тому самому Богу, а Господу не угодны они, а Господу не угодны они. Снова и снова Господь говорит о том, что Он смотрит на сердце и на поступки, на жизнь, на то, что мы делаем за пределами жертвоприношения. И вот забыл Израиль создателя своего, устроил капище, Иуда настроил много укрепленных городов, но вот огонь на эти города и пожрет чертоги его, потому что ничто, никакие человеческие усилия, ничто не может нас спасти и уберечь, если мы предаем Небесного Отца. Отца.